15 миллиардов 600 миллионов долларов или около 14,5 миллиардов евро. Новый пакет финансирования, о котором договорилась Украина с Международным валютным фондом. Новая кредитная программа рассчитана на 4 года. После рабочего визита в Киев в конце февраля директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что МВФ готов сделать для Украины исключение. Украина может добиться прогресса в борьбе с коррупцией, потому что люди не потерпят, чтобы деньги отвлекали и воровали, когда падают бомбы. Я не слышала ни попыток приукрасить проблему, ни отсутствие желания работать с нами. Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ, в интервью «Блюмберг». Как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, полноценная программа сотрудничества с МВФ поможет выстоять украинской экономике в условиях полномасштабной войны. В условиях рекордного дефицита бюджета эта программа поможет нам профинансировать все критические расходы, сохранить макрофинансовую стабильность и усилить наше взаимодействие с другими международными партнерами. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, в Телеграм. Экономист из Великобритании Тимоти Эш у себя в Твиттере написал, что договоренность между МВФ и Украиной уникальная. Беспрецедентный случай для МВФ – предоставление огромной кредитной программы стране, находящейся в состоянии войны. Знак поддержки Запада. Тимоти Эш, британский экономист, в Твиттер. Беспрецедентным выделением МВФ многомиллиардной помощи Украине считает и украинский экономист Виталий Шапран. По словам эксперта, МВФ, проведя работу с Украинским национальным банком и правительством, стал поручителем в финансовом мире. На решение фонда ориентируются такие финансовые структуры, как Всемирный банк и Европейский банк о реконструкции и развитии. Не будем забывать, что в составе фонда ведь есть представители от той же России, есть представители от Китая, есть представители от арабских стран, которые, может, не понравятся это решение. И для того, чтобы это прошло в Совете директоров фонда, нашим западным партнерам нужно приложить определенные усилия. Программа поддержки Украины от МВФ уже на завершающем этапе, говорит эксперт. Соглашение должно быть ратифицировано Советом директоров МВФ. Рассмотрят его уже в ближайшие недели, сообщают в Департаменте коммуникаций МВФ.